21 июля 1969 года человек впервые ступил на поверхность луны, но многие не верят в это до сих пор. Слухи о том, что высадка американцев это фейк, родились когда жена Стэнли Кубрика призналась, что часть сцен из видеовысадки была снята в Голливуде. Действительно, кто мог снять, как Нил Армстронг спускается по лестнице на поверхность луны, либо инопланетяне, либо оператор на земле во время постановки. Но главное не это, а то, что если американцы были на луне, то их следы остались там нетронутыми до сих пор, и это неопровержимое доказательство. Только вот как их увидеть? Сначала разберемся с Голливудом. Несколько сцен из знаменитого видеовысадки Нила Армстронга и база Олдрина на луну действительно были сняты на земле. Просто для того, чтобы само кино получилось более цельным и впечатляющим. Все сомнения относительно остальной части видео многократно развеивались специалистами. Некоторых кадров для логики монтажа их просто не было. И Кубрик снимал это все в Голливуде. Вот надо было доснять открытие люка. Надо было доснять, когда Нил Армстронг начинает спускаться по трапу. Вот этот участок мы имеем и имеем все системы, которые отслеживают, начиная с старта, полет вокруг Земли, разгон, коррекции, облет Луны и все, что происходит на Луне. Это же смешно, это же невежество вообще, всякое рассуждать или какая-то лихость против Америки. Так что сразу переходим к тому, что оставили американцы на Луне. А этого добра немало. Лунный модуль, ровер, ранцы, а самое главное, следы людей и ровера. К сожалению, эти следы не увидеть с Земли из-за атмосферы и удаленности. И даже космический телескоп Хаббл не сможет разглядеть на поверхности нашего спутника лунный модуль диаметром всего 10 метров. Зато японский спутник Луны Кагуя передал на Землю снимки, впервые позволившие точно восстановить рельеф ее поверхности в 3D. И, конечно, место предполагаемой высадки американцев тут же сравнили с кадрами исторического видео. Рельеф сошелся полностью. Затем межпланетная станция Lunar Reconnaissance Orbiter сняла лунный модуль и следы американских астронавтов. Вот место посадки Аполло-11. Тонкие линии вокруг, следы Нила и База. А вот следы миссии Аполло-12, Аполло-14 и, наконец, Аполло-15, когда астронавты получили ровер и смогли вдоволь покататься по нашему спутнику. На фото миссии Аполло-17 можно хорошо разглядеть лунный модуль. Получается, американцы на Луне были. Но почему же тогда они не вернулись туда за 50 лет? Причин много. На момент старта миссии Аполло, НАСА получало финансирование в размере 4% бюджета США, а его штат был примерно в 10 раз больше. А еще и правительство, и ученые, и сами космонавты были готовы рисковать. Второй испытательный полет ракеты Сатурн-5 для миссии Аполло прошел с большими проблемами, дикими вибрациями и преждевременным отключением двигателей. Несмотря на это, уже третий полет было решено осуществлять с астронавтами на борту. Сейчас такое сложно представить. При малейшем риске миссию переносят. А тогда, после успеха миссии Аполло, общественный и политический интерес к Луне угас. Зато США увязли в войне во Вьетнаме. Бюджет НАСА стал составлять примерно 10% от прежнего. Соответственно, сократился и штат. Что оставалось агентству, кроме как сосредоточиться на более простых и дешевых околоземных миссиях? СССР, проигравшие в лунной гонке, тоже потеряли интерес к спутнику. Но в начале 21 века без шумного объявления стартовала новая лунная гонка. Китай, Индия, Россия и США в разное время объявили о своих намерениях отправить на естественный спутник Земли научные миссии, включая пилотируемые. Не отстают и частные компании, у каждой из которых свои интересы. Так почему же человечество вновь собралось на Луну? Во-первых, к этому привело развитие технологий. Многие страны сегодня делают ставку на изучение и освоение Луны автономными аппаратами, по сути, роботами. Потому что стоимость беспилотной миссии в разы дешевле и рисков в ней меньше. Для этого даже хотят построить лунную орбитальную станцию, с которой люди смогут управлять роботами на поверхности спутника. Роботы будут настраивать радиотелескопы, собирать и даже добывать полезные ископаемые, искать лед и строить колонию. Во-вторых, Луна должна стать тестовым полигоном оборудования и первым шагом к глобальной мечте человечества о покорении других планет, начиная с Марса. 50 лет назад, когда миссии Аполло летали одна за другой, люди на Земле были уверены, что скоро они станут проводить на Луне выходные, летать туда в отпуск и знать все о нашем спутнике. Сегодня оптимизм по поводу покорения Луны снова растет. Надеюсь, что в этот раз он будет оправданным. А как считаете вы, нужно ли нам лететь на Луну? Пишите в комментариях, подписывайтесь на канал и ставьте лайк, если понравилось видео. Пишите в комментариях, подписывайтесь на канал и ставьте лайк, если понравилось видео.